В течение сегодняшней европейской торговой сессии трейдеры пока воздерживаются от агрессивной торговли. Покупки доллара приостановлены. Рынки изучают новости из Великобритании. Несмотря на то, что инфляция в Великобритании ускорилась с 9,9% до 10,1%, что казалось больше самого смелого прогноза в 10%, фунт теряет свои позиции. Во многом это связано с тем, что в самом СК вновь заговорили о возможной отставке Ли Страс всего через два месяца после ее назначения на этот пост. Получается, что правительству должно срочно заниматься стабилизацией экономики, но оно занято вопросом своего политического выживания. Инвесторы опасаются, что в итоге Великобритания потеряет слишком много времени и последствия могут оказаться ужасающими. Фунт потянул за собой вниз и единую европейскую валюту, что прекрасно видно по ее большому скромному снижению. Но при этом итоговые данные по инфляции в зоне евро в принципе ни на что не повлияли. Хотя предварительная оценка показала ее рост с 9,1% до 10%, тогда как финальная оценка пересмотрела темпы ускорения до 9,9%. Столь незначительное отклонение никак не повлияло на дальнейшее действие Европейского центрального банка, которое все же продолжит повышать процентные ставки прежними темпами. И в этом нет ничего нового. Рынок готов к этому как минимум с момента публикации предварительных оценок. В принципе, именно фунт будет определять и динамику валютного рынка, а точнее говоря, дальнейшее развитие политического кризиса в Соединенном Королевстве. Если правительство Листрас все же устоит, то это несколько стабилизирует ситуацию и позволит фунту укрепиться. И он же потянет за собой и другие валюты. Пока же мы видим, как евро по отношению к доллару США сократило объем длинных позиций в пределах контрольного значения 0,9850. Это привело к замедлению восходящего цикла и как результат застой-откат. В данной ситуации стоит обратить внимание на границу установленного застоя 0,9810 и 0,9875. Амплитуда проходит ровно вдоль контрольного значения 0,9850, что может указать на процесс накопления торговых сил. Наиболее оптимальной торговой тактикой считается метод исходящего из застоя импульса. Конкретизируя вышесказанные торговые сигналы, позиции на покупку по валютной паре рекомендуется принимать во внимание после удержания цены выше значения 0,9885, а позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже значения 0,9800. Валютная пара фунт-доллар в ходе недавнего восходящего движения подобралась к району сопротивления 1,1410-1,1525. И это третье подряд сближение цены контрольным районам, что в очередной раз привело к замедлению и отскоку. В данной ситуации на покупателей все еще оказывает давление район сопротивления. И по этой причине нет четкого технического сигнала к покупке фунта стерлингов для продолжения восходящего цикла. Для начала торговке, конечно, необходимо удержаться выше отметки 1,1410. Такой шаг укажет на возможность пробоя района сопротивления. Подтверждающий сигнал о пробое возникнет уже после удержания цены выше значения 1,1525, а до тех пор на рынке сохраняется риск закономерного отскока цены вниз. А о том, как будут развиваться события на финансовых рынках вы узнаете из наших следующих информационных видео. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе событий вместе с нами. Увидимся через пару часов, я расскажу вам о том, как началась торговая сессия на североамериканском континенте. До встречи!